Здравствуйте, меня зовут Каижан Смогулов. Это проект о государственных программах поддержки, о том, как правильно ими пользоваться. Сегодня у нас с вами тема очень теплая, семейная, предновогодняя, многодетные семья. И для начала я попрошу представиться гостей нашей студии. Оскар Унязов, главный эксперт департамента социальной помощи, Министерства здравоохранения и социального развития, Львович Казахстан. Инна Филаретова, руководитель отдела назначения социальных пособий района Алматы, Управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны. Многодетный отец Нургалеев Габит. Исмогулова Гульмира, консультант народного благотворительного проекта Шпагат. Прежде чем мы начнем разговор, я предлагаю посмотреть небольшой материал, как раз таки о семье нашего героя. Внимание на экран. Вечером семья Нургалеевых собирается дома. Отец приходит с работы, дети возвращаются со школьных занятий во вторую смену. Но ужинать приходится по очереди в два приема. За столом в небольшой кухне-хрущевке все домочадцы просто не помещаются. Ничего удивительного, ведь их 9 человек. На вопрос, планируется ли прирост семьи и в дальнейшем, супруги с улыбкой отвечают, что все возможно. И если судьба пошлет еще одного ребенка, они будут только рады. Ну что ж, господин Нургалеев, семеро детей – это такое прекрасное достижение. А вы, собственно, с супругой, когда шли в ЗАГС, уже заранее предполагали, что у вас будет огромная семья, много детей? Ну я с детства знал, что у меня будет большая семья. Ну так хотел. Вы тоже сами росли в большой семье? Нет, не в большой семье. Молодые были, работали, у жены свое дело было. Первые у нас были три мальчика, жена девочку хотела. И вот в восьмом году, когда переехали в Астану, девочку родила. А самому старшему у вас сколько лет? 14 лет. 14, а младшему? Младшему два годика. Ну, у себя на родине родители помогали. По приезду уже в столицу уже как нянек нанимали. Садик отправляли, чуть постарше. Ну вот, раз мы заговорили о помощи, на данный момент вы получаете какую-то помощь от государства? Да, конечно, после четвертого ребенка, вот статус многодетный, когда присваиваются пособия, после единовременного пособия уже идет ежемесячное пособие. Госпожа Филаретова, ну вот представим, что семья Нургалеевых еще только ждет четвертого ребенка. К чему им быть готовыми? Какую помощь им окажут местные исполнительные органы? Для таких семей существует специально государственное пособие для семей, имеющих четверых и более детей. Для них выплачивается ежемесячное пособие в размере 8824 тенге. Это пособие ежемесячное. Выплачивается оно до 18-летия. Если ребенок продолжает учиться старшей, очная форма обучения, то пособие продолжается до 23 лет. Выплата пособия. Вы имеете в виду пособие на каждого следующего ребенка? Нет. Это сумма гарантированная, фиксированная. Следующая категория, это уже награжденные матери, кумы-салка, алтын-алка. Там размер пособия уже 13 575 тенге. Это уже 6 и более детей. А до 6 детей, значит, твердая сумма 8824 тенге. А каким образом они уведомят государство о том, что им необходима поддержка? Или это происходит автоматически? Ну, это именно происходит по рождению четвертого ребенка. Затем у нас есть еще много программ, которые предусмотрены из местного бюджета, предусмотрены из бюджета города Астаны. Я могу назвать? Поподробнее. У нас есть программы для грант Акима, как мы его называем. Это для выпускников общеобразовательных школ города Астаны. Из числа, в том числе, у нас входит категория многодетные семьи. Значит, по итогам аттестации, как мы называем ЕНТ, ребенок приходит к нам, предоставляет сертификат и определенный перечень документов. Затем мы оформляем документы и полностью оплачивает государство учебу у ребенка в этом высшем учебном заведении. Замечательно. У вас же как раз, получается, старшему 14, и он скоро закончит школу. Вы знали про этот механизм? Не знал. Мы хотели в колледже отдать его после 10-го. После 10-го. То есть это возможно? Да, оплата производится только в высших учебных заведениях. Да, для выпускников именно школ города Астаны. Есть, наверное, смысл вашему старшему еще пару лет проучиться, окончить полностью школу и поступать в высшие учебные заведения с помощью государства. Какие-то еще механизмы поддержки? Ну, на местном уровне у нас предусматривается еще это предоставление бесплатного проезда многодетным семьям. Индивидуально рассматриваются уже льготы для школьников на уровне управления образованием. Соответственно, там рассматривается доход семьи и предоставляются дополнительные льготы по бесплатному питанию и проезду. Тогда я предлагаю отправиться в соответствующий государственный орган и попробовать оформить эти документы. Чтобы получить награду кумысалка или алтаналка, многодетная мать должна написать заявление на имя Акима. К нему необходимо приложить копии следующих документов. Удостоверение личности, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении всех детей. Если кто-то из них учится или работает, то справки с места учебы или работы. А также адресные справки на всех членов семьи. Кроме того, если мать уже на пенсии, необходима копия пенсионного удостоверения. В некоторых регионах могут потребоваться и другие документы. Господин Нургалифов, вы упомянули, что с семьей переехали в Астану из другого города. Где вы раньше жили? Тюбинский улс, город Канданаш. Господин Ниязов, ну вот что делается на уровне местных исполнительных органов, в частности в Астане, мы уже поняли. А что делает государство в масштабах всей страны? Это опыта валюта 8 824 деньги. Это полностью для всей страны? Да, полностью для всей страны. Для обладателя Аутнолха, Кумсалха, та же самая специальная государственная пособие, только в размере чуть повыше 13 575 деньги. Да, это в республиканском масштабе. Теперь на местном уровне, в Астане, вот как уже Ирина Юрьевна сказала, а в других регионах это уже решается по решению местных исполнительных органов. Но дополнительно к этому еще есть государственное пособие детей. Это предназначено для детей из малоимущих семей. Это получается, если совокупный доход семьи составляет ниже 60% от прожиточного минимума, эта семья имеет право получить на каждого ребенка государственное пособие для детей. Это на каждого ребенка на сегодняшний день варьется в рамках 2128 тенге. Да, это на каждого ребенка плачется. Вместе с тем, если семья достаточно является малоимущим, и совокупный доход в этом случае уже будет ниже 40%, то из местного бюджета тоже выплачивается адресно-социальная помощь. Эта адресно-социальная помощь, она составляет разницу между теми доходами семьи и между прожиточным минимумом. Да, между 40% прожиточным минимумом. Она тоже выплачивается на каждого члена семьи, тоже из местного бюджета. Это по всей дизбуке. Сколько у нас многодетных семей? По стране сейчас многодетные семьи составляют порядка выше 246 тысяч семей, но вместе с тем есть еще многодетные матери, которые имеют подвеску Алк-Налха, Кумисалха, которые награждены подвеской Кумисалха, Алк-Налха. Эти численности этих семей появляются в рамках 242 тысяч. Соответственно, у нас самое большое количество Южно-Казахстанской области и многодетных семей, и многодетных матерей, обладателей Алк-Налха, Кумисалха в подвеске. Следом идет Алматинская область, потом Жамутская область. К сожалению, у нас самое маленькое количество этих уже вышесказанных категорий является Северно-Казахстанской области, Краснодарской и Павлодородской области. Хорошо. И у меня тоже есть кое-какие официальные цифры. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, в 2015 году в Казахстане родились 397 634 ребенка, 51,5% мальчики и 48,5% девочки. В региональном разрезе самый высокий уровень рождаемости наблюдался в Магастаусской, Южно-Казахстанской областях и в городе Астана. Самый низкий уровень рождаемости сложился в Северно-Казахстанской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областях. В целом, по сравнению с 2005 годом, число новорожденных увеличилось на 42,5%. Надо отметить, что помимо государственных механизмов поддержки, есть еще и, ну скажем так, общественные. Госпожа Исмогула, вот каким образом работает ваш благотворительный проект? У нас в нашем проекте работают волонтеры, работа которой заключается сбор и приемка вещей. То есть, получается, эти волонтеры на интернет-ресурсах, на вот этих распространениях листовок собирают... Бросают, как это клич. Да, газеты, получается, в ящики почтовые, они, получается, собирают вещи. У нас есть много в Астане семей, которые не знают даже, куда отдать ту или иную вещь. Ну, у всех в шкафах заполнены ненужные вещами. Естественно, они собирают, приезжают. Хотелось бы выразить большую благодарность волонтерам, которые на общественных началах, в помощь нашему проекту, они вот ездят, сами собирают, сами также развозят этим малоимущим людям. Бывают у нас такие семьи, где, например, хотят поменять ту же мебель, тот же кухонный гарнитур. Вот они все сами развозят, сами все устанавливают. И вот этим у нас оказывается. Бывают, есть семьи, которые приходят и говорят, вот я хочу на работу устроиться. На какой-то момент мне нужно просто помочь, мне больше ничего не надо. Соответственно, эти волонтеры по методам Фейсбука, интернета распространяют эту информацию, и сразу же находятся добрые люди. Хотелось бы сказать, что в Астане и вообще в нашем городе все равно есть добрые люди, которые могут оказать помощь хоть чем-то, но вот даже элементарно помочь какой-то работой, единовременной, ну, помогают. А вообще, как часто обращаются люди за помощью? Ну, вот скажем, там, раз в месяц, раз в неделю? У нас уже есть база определенная, соответственно, они ежемесячно в один и тот же день приходят и берут определенное количество вещей. А, то есть это не разовая помощь, а именно системная поддержка? Да, это системная, да. Получается, сейчас летом им одни вещи нужны, осенью другие, весной другие. Соответственно, и люди также отдают свои вещи, все. Помощь оказывается в виде вещей. А насколько люди охотно отзываются на призывы помочь ближним? Приходят и говорят, дайте мне ту семью, дайте мне контакты, пожалуйста, той или иной семьи, я с ними сам свяжусь и отвезу. Без проблем. А вам не кажется, что некоторые, так сказать, могут воспользоваться вашей системой, вашей добротой, там, добротой людей, волонтеров и злоупотреблять ей, нет? Нет, я так думаю, нет. Потому что люди, не знаю, честные приходят, все равно честные приходят. Они приходят с детишками, предоставляют перечень своих документов. Ну, не просто так, что пришел человек, сказал, я многодетный, я такой. Он приносит, у нас есть специальная база, где все это фиксируется, все это записывается. Все они приносят без проблем. Хорошо, давайте посмотрим своими глазами, как это происходит. Это женщина, мать пятерых детей. Сюда, в общественный проект Шапогат, она приходит уже второй раз. Но процедура каждый раз одинаковая. Тщательно записывают имя и фамилию. Взять можно не более двух вещей для каждого члена семьи. Переходить за помощью надо раз в месяц в определенный день. Для тех, кто хочет помочь, тоже есть свои ограничения. Сотрудники проекта принципиально не берут денег в качестве пожертвований. Только вещи. И у нас остался еще один небольшой сюрприз для ваших детей. Передайте им, пожалуйста, это от нашей программы. Поздравления с наступающим Новым годом, счастья и здоровья. Спасибо вам, что пришли. Уважаемые эксперты, большое спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. На этом время передача подошла к концу. Мне осталось только попрощаться с вами. Всего доброго. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok